Согласно принятому депутатами решению, новые ставки снижают налоговое бремя на разные проценты, в зависимости от суммарной стоимости недвижимости. Главным образом изменение налоговой ставки коснётся тех, кто владеет имуществом суммарной инвентаризационной стоимостью более 700 тысяч рублей. Вынесение вопроса о снижении налоговой ставки на имущество инициировал глава администрации городского округа Константин Ильичев, чтобы облегчить ситуацию для пенсионеров. Напомним, до этого года пенсионеры были освобождены от уплаты налога на имущество, а с 2015 года федеральным законом установлена льгота только на один объект недвижимости. Какой выбирает сам пенсионер? Например, если вы владеете двумя квартирами и дачей, то на один из этих объектов, по вашему выбору, налог не будет начислен. На остальные два будет. Учитывая обращения граждан, изучив ставки, которые у нас утверждены по муниципальному образованию, мы выходим с предложением по снижению ставок. Мы предлагаем установить это в процентах свыше 700 до 800. 0,8 у нас было установить 0,6 снизить, от 800 до 901 процент установить 0,7, от 900 до 1 миллиона 1,3 было 0,8 установить, от миллиона до 2,5 – 0,9, свыше 2 было 1,5 – 1, что снизить налоговую нагрузку на население. Приведем пример. Вы владелец имущества инвентаризационной стоимостью 950 тысяч рублей. Ранее платили 12 350 рублей налога. В этом году заплатите 7 600. С имущества, оцененного в полтора миллиона, налогоплательщик платил 22,5 тысяч рублей. Теперь налог будет начислен в размере 13,5 тысяч. Но такая стоимость имущества складывается чаще всего из нескольких объектов – двух-трех квартир и большого дома. А владелец, например, трехкомнатной квартиры на центральном поселке, инвентаризационная стоимость которой около 400 тысяч, налога уплатит всего около 2 тысяч рублей. Налог на имущество стоимостью до 700 тысяч рублей остался неизменным, поскольку по нему, думаю, ранее были установлены небольшие ставки, уточнила Надежда Богданова. Надежда Николаевна также подчеркнула важность принятия решения Думой по снижению налоговых ставок именно до 1 апреля, чтобы налоговая инспекция уже в нынешнем году произвела начисление по новым уменьшенным ставкам.